Так, установка. Выбираем графическая установка, нажимаем Enter, далее выбираем язык, русский, российская федерация. Раскладка иногда, но это когда на компьютер приходится выбирать английскую, если не ставится, но в основном у меня не было глюков, поэтому я ставлю русская, Alt, Shift, переключение, и дальше пошла работа с нашим образом. Давайте назовем Весь сервер Продолжить. Имя домена ставим localhost. Обычно оно заканчивает, они пишут там, понятно, что com, net, нам пока это не надо. Все это потом можно в любом случае настроить localhost Далее вводим пароль суперпользователя Можно показывать пароли Введите имя нового пользователя Мы введем Я введу вы свое введите В сервер Далее создается папка учетная запись, где будет И Вводим имя Пользователя обычного Создается новый пользователь Продолжить Далее выбираем свой часовой пояс Нажимаем далее И далее идет определение дисков У нас будет один диск Мы берем Вручную Продолжить Вот этот диск наш Нажимаем продолжить Нажимаем да Чтобы у нас создался раздел Вот создалось свободное место Нажимаем Продолжить Создать новый раздел Мы отдадим сейчас Немного Только для показа Так выбирается минимум 20 гигабайт Ну Я отдам 12 Ну 11 Пусть будет Так как это виртуальбокс Нажимаем продолжить Первичный выбираем Начало Проверяем Журналируемые файлы Тут все просто Чувство Любой пункт Выделили И нажали продолжить Можно выбрать тогда Метка загрузочный Включим В принципе все Точка монтирования Система Настройка раздела Закончена Продолжить Вот первый раздел 11 Да Хотя На обычной Будете выбирать 20 По минимуму Рекомендуется Дальше Продолжить Продолжить Создать Создать Новый раздел Мы сейчас Создадим Мы выбирали 2 Гигабайт А значит 4 Файл подкачки Пусть будет первичный Начало Здесь мы Вольф Журналируемая система Нажимаем Выбираем Раздел Подкачки Продолжить Все верно Это раздел Подкачки Настройка Раздела Закончена Продолжить Вот у нас Появился Раздел Подкачки Все остальное Свободное Место Так как Я буду Экспериментировать И отдал Чуть больше Чтобы сюда Потом резервные Копии Чтобы если Что-то Натворим С сервером Можно было Переустановить И потом Отогнать Создать Новый Раздел Отдадим 28 Гигабайт Всегда Оставляйте Чуть-чуть Диск Чтобы было Дышать Ему Чем 26 2 гигабайта Пусть просто Валяются У диска Должна быть Какая-то Передышка По крайней мере Так рекомендую Логический Выберем Начало Ребята Обратите внимание Ну сейчас Я покажу Да Home Система Все правильно Настройка Закончить Обратите внимание Везде стоит F То есть Форматировать Сейчас мы Ничего не увидим Но Когда вы Установите Систему Здесь появится Еще один Пунктик Форматировать Или нет Так вот На будущее Себе Запомните Что В home Будет Все ваши Настройки Сохраняться Поэтому Что-то Натворили Системой Вы Ставите Форматировать Саму Систему Да Без разницы Там файл Подкачки А вот X4 Снимаете Когда вы Если будете Переустанавливать Да То есть Не X4 А home Снимаете Форматировать И тогда Получается Ваши все данные Сохранятся Система Установится Потом Восстановите Закончить Запись Изменения Закончить И записать На диск Продолжить Да Мы соглашаемся Что мы Хотим Записать Идет Форматирование Разделов И Установка Базовой Системы Когда Установка Базовой Системы Прошла Он Спрашивает Просканировать Ли диски Я вам Показывал В предыдущих Видео Что можно Скачать Образы 2 и 3 Распаковать Но В принципе Мы все Установим Поэтому Нет Пишем Далее Зеркала Тоже Потом Сами Обновим Нам не надо Сейчас Ничего Скачивать Выполняется Настройка Апт Менеджера Апт Выбор И установка Программного Обеспечения Ждем Когда Нам Выдалось Окно Снимаем Галочку Окружение Рабочего Стола Вообще Все Снимаем Сервера Печати Оставляем Только Стандартные Системные Утилиты И СССР Веб Сервер Мы Здесь Не ставим Это Кого Устраивает Допустим Апач MySQL Мы С вами Будем Ставить NGX Postgres То есть Совсем Другое Поэтому Все будем Устанавливать Сами Не забывайте Наша цель Еще Особенно Тех Кто Вообще Только Начинает Углубиться В Линук Нажимаем Продолжить Пошла Выбор Установка Программного Обеспечения Когда Закончилась Установка Нам Предлагают Установить Загрузчик Grab Так Как У нас Один Диск То Оно Предлагает Установить На него Нажимаем Продолжить Да Указываем Наш Диск И Нажимаем Установку Все После этого Нажимаете Продолжить И Пусть Система Перезапускает